МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начало июня в нашей стране традиционно проходит под знаком защиты детей. Особое внимание мальчишкам и девчонкам, оставшимся без родительской заботы. Сегодня в нашей программе мы побываем в Венецком доме-интернате для детей с особенностями физического развития, где, несмотря на тяжелые недуги, помогают обрести счастливое детство. Это Центральный регион. Меня зовут Сергей Манько. Здравствуйте. Ивенецкий дом-интернат – уникальный реабилитационный центр. Воспитанники окружены вниманием и заботой. Дети со сложными судьбами обрели здесь тепло родительского очага. Здесь они не только общаются и развиваются, но и получают знания, необходимую медицинскую помощь. Руководитель социального учреждения Елена Сегизмундовна Петрашкевич старается создать самые лучшие условия для своих подопечных. Хочу сказать, что, во-первых, у вас очень красиво. Действительно, по-домашнему так обустроен ваш детский дом. Не чувствуется, что это, собственно говоря, детский дом. А больше похож на детский сад. Нам очень приятно это слышать, конечно. Сделано очень много и по благоустройству, и реконструкции прошли. Реконструкция здания, главного корпуса, как вы видите. Всегда стремимся к тому, чтобы занимать призовые места по благоустройству, когда подводится по Минской области. Ну и, конечно же, следим всегда, чтобы чисто, чтобы все в порядке было. Ну вот мы подходим к центральному входу, да, и на фасаде вывеска висит «Дом, в котором я живу». То есть это ваш девиз? Это наш как бы девиз. Дом, да, действительно, в котором мы живем. Дом теплый, уютный, где ребятам хорошо, им нравится здесь жить. Поэтому эмблему мы выбирали все вместе. Мы придумали это к 50-летию рождения дома. Но все-таки у каждого из этих ребят есть свой дом, или мог бы быть свой собственный дом, но почему-то они оказались вот здесь. К сожалению, у нас из 76 детей, которые проживают в доме-интернате, у нас 56 – это дети, которые оставшиеся без опеки и попечения родителей. Все-таки проблема в родителях, да, проблема в возрослых. Я думаю, что проблема, первая проблема – это в родителях. Это неблагополучие, потому что изо всех детей, 56 детей, которые остались без опеки и попечения родителей, у нас 39 родителей, которые лишены родительских прав. Вот. Ну и есть, да, такие случаи, где случилась просто беда у родителей, и дети их попали к нам. Взрослеют, да, они у вас становятся из детей, вырастают таких подростков, да, и вы их выпускаете потом в свободное плавание, во взрослую жизнь уже совершенно другими людьми. Совершенно другими. У нас ребята находятся с 4 до 18 лет. Конечно же, поступают они из дома ребенка, из неблагополучных семей. Но когда они у нас вот на протяжении 12 лет получат обучение, то есть пройдут социальную и трудовую реабилитацию, то ребята, конечно, на выходе совершенно другие. Воспитание детей – забота педагогов дома и интерната. Учителя-дефектологи порой прививают ребятам элементарные навыки. Веселые игры помогают исправить особенности развития, а порой и просто научиться с ними жить. Сегодня мы с вами отправляемся в сказочное путешествие. Вы уже знали, по какой сказке мы будем путешествовать? Да. Как называется эта сказка? Саша, беги скорее. Выкладывая название этой сказки. Мы стараемся найти индивидуальный подход каждому ребенку и давать по возможности те знания, которые ребенок может усвоить. Но все-таки залог успеха, он в чем? В любви к детям, наверное, в первую очередь, а потом уже в разных таких качествах, которые помогают и ребенку оставаться в то же время ребенком, но и успешно социализироваться в обществе. И учитель подбирает какие-то приемы и методы для того, чтобы помочь ребенку. У нас был случай буквально два года назад, к нам приехал ребенок совсем не говорящий. Теперь он замечательно говорит и общается со всеми. Ваша обязанность, да, чему вы должны научить детей, которые к вам приходят? Вот ваши сверхзадачи. Моя сверхзадача, наверное, научить детей просто жить и быть людьми. Учебный год в школе уже завершен, но педагоги всегда рядом. Валентина Викторовна Самсоненко работает с самыми маленькими воспитанниками. На дополнительное занятие к учителю младших классов дети приходят с удовольствием. На первый взгляд приходишь, кажется, боже, ты будешь их только жалеть, только льветь, только вот это. Они такие же шустрые, как все остальные дети. Они такие же непоседливые. Они также умеют делать всякие маленькие пакости, также умеют тебя благодарить и радоваться всем. Никакой разницы абсолютно. Это обычный класс, но здесь гораздо меньше парт, чем в классе общеобразовательной школы. И больше вот таких вот игрушек, да, чтобы было детям интересно. Да, и наглядности, естественно, больше, потому что все, что мы можем сказать обычным детям просто так, и они нас понимают, потому что они в этой сфере общаются, в обычной сфере, то наши дети иногда не понимают, что такое элементарное. Допустим, тот же кролик от зайца, чем отличается, или, допустим, вот те же слесарные инструменты, какие-то плотницкие инструменты. На руках это не объяснишь, поэтому приходится все это показывать. Конечно, есть такие детки у нас, которые с родителями, которые все это видели до прихода к нам. Тогда, безусловно, проще. Но есть такие детки, которые пришли к нам из дома малютки, из других, так скажем, заведений. На руках не объяснишь, правда, Петр? Да, конечно. Петр сегодня вот чем занимается? Петр сегодня нам сложил очень интересную такую вот ситуацию. Я дала задание, значит, из серийных картинок необходимо было сложить какую-то ситуацию. Ну вот посмотрим, насколько правильно Петя справился с этим заданием. Петя, может быть, ты нам расскажешь, что мы здесь сложили с тобой? Что ты сложил, помогала? Вот гулял мальчик. Так, он кинул мяч, бросил мячик на дорогу, на проезжую часть. И он покатился. И вдруг... Он попал под машину. Приехала скорая и забрала в больницу. Так, и какой мы сделаем вывод, Петя? Нельзя, наверное. Что? Ходить на проезжую часть. Не как дети ждут вообще вот оценок похвалы, да? Любые дети ждут похвалы, впрочем, как и взрослые, наверное. Все ждут похвалы. Ну, а наши дети, конечно, в особенности. Потому что доброе слово, они прям расцветают, и кажется, что они становятся гораздо счастливее. В обычной школе за оценками следят родители, да? Дневники проверяют, общаются с учителями. Здесь, в общем-то, вы и контролеры главные, и учителя, да? Ну, как бы у нас существует после обеда, у нас воспитатели работают, воспитательский коллектив очень хороший у нас в интернате. Вот, мы задаем домашние задания. Дети после обеда, пусть только они погуляют, покушают, там, позанимаются разными делами, они точно так же, как дома родители, сядут их за парты, выполняют домашние задания, и к нам на уроки они уже приходят подготовленными. Ну, как бы, главный, так будем сказать, родитель в нашем доме-интернате, это Елена Сигизмундона. Она директор нашего дома-интерната, она является опекуном всех детей, ну, которые родители лишены родительских прав, поэтому под ее материнским оком не забалуешь. У нас линейки собираются, то есть все как бы вот... То есть она такая мать-героиня у вас, да? Ну, как бы, вы знаете, что, по-частному, такая добрая мать-героиня. Дети, вы скажите, любите Елену Сигизмундовну? Да! Мы же не учили. То есть все налицо, понимаете? Если ты к этим детям относишься хорошо, они тебе в три раза больше отдают того, чего ты даешь им. Спорт и физические нагрузки, несмотря на недуги, этим ребятишкам не противопоказаны, а даже наоборот. Дом-интернат гордится своими спортивными достижениями и поддерживает дружеские отношения с университетом физкультуры. Двери спортивного зала здесь открыты всегда. Одни футболом занимаются, одни в теннис играют. То есть все заняты делом? То есть заняты делом. Это один из любимых залов. Ребята наши участвуют и в областных, и в республиканских соревнованиях, по различным видам спорта. Они всегда занимают крыжовые места, поэтому мы всегда гордимся своими ребятами, потому что ребята стремятся, чтобы всегда быть лидерами, чтобы всегда побеждать. Я так понимаю, бадминтон. Ваша любимая игра, да? Да. Ну кто тут мастер спорта у вас? Ну мастер спорта Таня. Так, ну давайте я составлю компанию Тане. Пожалуйста, давайте. Поиграем немножко с ней и пообщаемся заодно. Хорошо, я очень довольна. Давайте, Танюша, с тобой будем поиграть. Давай. Опа. Ну а вообще спорт как, любишь? Да. Часто заходишь в спортзал? Часто. Какие любимые игры? Пионер-бол, теннис, бадминтон. Ну а вообще в будущем как? Может быть спортсменкой хочешь стать? Да. По какому виду спорта? По... По бадминтону? Да. Ясно. Ну желаем тебе удачи, чтобы все получилось у тебя. Комфортные игровые жилые комнаты, учебные классы, современный тренажерный зал, бассейн, собственная лаборатория, физиокабинет, это главное высококлассное реабилитационное оборудование, здоровье детей на особом контроле медицинского персонала. У нас есть лазер здесь, у нас есть УВЧ. То есть абсолютно от всех, можно сказать, недугов, да, есть какие-то средства технические. Да, да, да. И вот самый последний, биотрон, который помогает при заболеваниях. У нас же есть дети с трофическими язвами, мы лечим различные простудные заболевания, пневмонии и так далее. То есть вот этот аппарат самый современный. Главное и в медицине, и в реабилитации – это вот помочь детям с нарушениями в опорно-двигательном аппарате. Вот те приспособления, которые у вас есть на вооружении, они действительно дают эффект, дают результат. ДЦП – это такое заболевание, которое, к сожалению, я вам хочу сказать, что я изучала много и за границей, которые у нас приезжают очень много, общение такое. Вот, везде одинаково, и у нас ничуть не хуже. И лечится это, и все примерно методики, все у нас есть методики. То есть диагноз ДЦП – это не приговор, это не окончательный? Да, не окончательный, конечно, но он требует, этот диагноз, он требует работы именно. Понимаете, когда головной мозг не даёт импульс, для этого надо заставить мышцы работать. Понимаете, и наша цель, а это ежедневный труд, и труд вообще не то, что ежедневный, он ежеминутный. То есть нам надо ещё, помимо того, что детей научить, заставить их понимать, что они должны в дальнейшем сами работать с этими мышцами. Понимаете, то есть то, что не дано от природы, мы должны их научить. Получается это у вас? Да, конечно. Мы стараемся детей садить, кто может, значит, с коляски на ходунки, на костыли, кто-то, значит, пробует там за стеночки держаться, кто-то ещё как-то приспосабливается. Мы их оперируем много, стараемся исправить то, что природа. Но вот за то время, пока они находятся в доме-интернате, можно ли какую-то статистику вывести, да, вот уровень улучшения здоровья? Дети многие приходят, вот сразу, если посмотреть маленькие детки, они на колясках много, они, значит, это самое, и потом в конце они начинают ходить, хоть как, но не ходят. Это главная ваша победа. Вообще люди живут нормальной жизнью, когда они выходят из стен. И я считаю, что это вот наша самая основная заслуга. Об уникальном доме-интернате в Венце и современных методах детской реабилитации мы продолжим рассказ в следующей части программы. Далее краткие дайджест новостей из столичного региона за неделю и реклама на канале СТВ. Подарок в День защиты детей в Самохваловичах Минского района открыли новое дошкольное учреждение. Более 35 миллиардов рублей было выделено из бюджета на строительство садика. Он рассчитан на 95 малышей. Сегодня здесь работают 5 групп для разных возрастов. В музыкальной и физкультурной залы есть компьютерный класс, медицинский кабинет. Ответ на сложный вопрос Семен Шапира провел прием граждан в Логойском районе. На этот раз к губернатору обратились 9 местных жителей. Основные вопросы – ремонт жилья и благоустройство населенных пунктов, водоснабжение. Не обошлось и без соседских конфликтов. По всем вопросам губернаторам даны конкретные поручения местной власти. Успешный старт. Год для экономики региона начался положительно. Объем волового регионального продукта составил почти 26 триллионов рублей. Обеспечен рост промышленности и сельского хозяйства. В этом году уже привлечено прямых иностранных инвестиций почти 240 миллионов долларов. За первый квартал года в области создано несколько сотен рабочих мест. Жить красиво за Славой признали самым чистым и благоустроенным городом страны среди населенных пунктов, где проживают до 50 тысяч человек. Теперь горожане с удовольствием выдыхают в центре Заславля на свежем воздухе. В прошлом году, ко дню белорусской письменности, здесь открыли новый детский парк. Рядом с игровой площадкой появился пруд. Большой объем работ сделан в спальных кварталах. «Земля и небо Фердинанда» в Воложинском краеведческом музее открылась выставка юных живописцев. Они представляют детские школы искусств в Белоруссии и Литвы. Творческий отчет стал результатом международного пленера конкурса, который посвящен известному живописцу Фердинанду Рущицу. Творческий фестиваль молодых пейзажистов проходит на родине всемирно известного художника уже в пятый раз. В течение нескольких дней дети рисовали местные пейзажи, объекты архитектуры и исторические памятники. Победители получили дипломы и подарки. Это «Центральный регион», и мы продолжаем. В Венецком доме и интернете воспитывают детей с особенностями физического развития. Однако здесь сумели рассмотреть и другие творческие особенности. Педагоги уверены, талант есть у каждого ребенка. Здрасте. Это я куда попал? На урок бисероплетения? Да, это занятие кружка, бисероплетение. Девочки с удовольствием приходят к нам работать, потому что им это очень интересно. И, может быть, некоторым даже это пригодится в жизни. Сейчас особенно очень модны все эти выставки ручной работы. И разные виды творчества практикуются на разных выставках. Мы тоже возим многие свои работы куда-то на выставки. Ну и украшение такое для дома-интерната, целый музей, да? Практически целый музей. И это все сделано детскими руками? Да, детскими руками, как вы видите, да. Я смотрю, что у вас здесь настоящая швейная мастерская, да? То есть есть машинки, девочки учатся. И вот таким вот необходимым вещам, да, зам. Мы выполняем программу, которая задана по трудовому обучению. Сшить себе платье они тоже смогут, да? Ну, в программе пока же платья нету, но элементарное такое что-то. Они научатся пуговицу прошивать, зашивать какие-то места, там что-то еще. Наверное, многие делают какие-то подарки, сувениры. Вот кому они делают их, кому адресуют? Ну, например, наши дети ездят за храницу отдыхать. Они могут взять свои сувениры, подарки туда подарить. Ну, а мамам, папам? Ну, конечно, если это есть их желание, то они могут. Часто делают в открытке сувениры для своих родителей? Ну, конечно, делают, да. Но нечасто за ними приходят, да? Да, к сожалению, не хотелось бы это говорить. Наших детей, родителей очень мало. В мастерской по соседству работают мальчишки. Их руки действительно золотые, уверен опытный преподаватель Анатолий Басько. Ему не страшно выпускать своих ребят во взрослую жизнь, ведь они не только гвоздь сумеют забить, но и дом построить. Вот все эти изделия, которые вы видите, сделаны учениками во время практической работы на уроках труда и внеклассной работы. Но вот такие красивые работы, это же, наверное, даже сверх того, что в программе прописано. Кроме программы по трудовому обучению, у нас есть еще внеклассная работа. Которые после занятий ребята занимаются в техническом кружку и делают различные поделки. Труды, как и в обычной школе, это один из любимых предметов, да? Один из любимых. И дети, тем более наши специфические дети, у них очень свободное время есть. И они хотят именно посидеть в мастерской и сделать поделку какую-то полезную и для подарка, и для родителей показать, чему здесь именно дети учатся. Давайте подойдем поближе и посмотрим, что сегодня у вас на занятиях происходит. Вы видите, ученик делает инкрустацию. Значит, он выпилил это изделие сам. Вот эти все маленькие узоры, да? Да, это все по чертежам выпилено, зачищено. Потом это сделается сборка, а вот сейчас уже идет отделка это изделие. И что это будет в итоге? Это в итоге будет шкатулка. Следующий ученик делает полочку для часов. А вот этот ученик делает домик. Вот там, видите, домик будет у нас стоять. Он хочет в будущее его, так сказать, показать, как он умеет строить, что-то начинает. Потом построить свой собственный дом. Собственный дом построить. И вот вы заметили, что у нас очень много домов. И единственное у наших ребят, что мечта такая – иметь свой дом. Женя Баешко из Мариной Горки в доме-интернате уже 10 лет. Говорит, стал мастером на все руки. Планы на жизнь вне стен интерната теперь строить не страшно. Хожу на кружок труды, работаю, делаю рамки, окна для домика. Ну и скоро будет домик уже. Ну да, скоро домик будет. Какой домик будет? Красивый, как ты его видишь, представляешь? Красивый будет, большой. Для кого домик? Ну для себя. Смотреть на него. А вообще ты планируешь домик пока миниатюрный будет? А вообще о своем большом доме, своем личном думаешь? Думаю. Как ты видишь вообще будущее свое? Где ты будешь жить? Чем ты будешь заниматься? Хотел бы свой дом? Хотел бы, да. Большой, светлый, красивый? Да, светлый, красивый. Чтобы было все для меня соблюдено. Чтобы было уютно. Семья, чтобы была. Семья, было дети. Начинаю пока с этого, а там уже будет все больше и больше. И так будет дом построен. Чтобы у меня все в будущем сложилось. Все у меня хорошо было. Чтобы найти работу, семью сделать. Вот такая мечта. Ну желаю тебе удачи. Спасибо. Не забывайте грозные года, Когда кипела волжская вода, Земля тонула в ярости огня, И не было ни ночи, ни дня. Чистый голос и впечатляющие танцы для творчества в доме-интернате нет ограничений. Танцы на инвалидных колясках именно в овенце первыми помогли детям преодолеть собственные страхи. На сцене воспитанники чувствуют себя уверенно. Ребята, ваш танец действительно проникновенный такой. Наверное, про любовь, да? Как, долго учили? Долго репетировали? Да. А о чем танец на самом деле? Нежность. Это же долгие репетиции, тренировки, наверное, да? Да. Но пока у вас только один номер в репертуаре, Или уже есть еще что-то? Два. Еще два номера. И дальше, как верить в свою судьбу, планируете выступать, может быть, уже на профессиональной сцене, Дальше участвовать в соревнованиях? Как хотелось бы? Не знаю. Мы ездили на Мир без границ недавно. Еще ездили в парк Горького. Там тоже выступали довольно-таки. Ну и как, поддерживают зрители? Как вот публика реагирует? Да. Очень хорошо. Нравится вам вот, когда аплодисменты выступают на сцене перед зрителями? Да. Нам очень это нравится. Будем в дальнейшем работать. Да. Будем тренироваться. Будем дарить радость. Зрителям. Как нас на острое нет календаря, Время дня и взрослые пропадают зря. Время дня и взрослые пропадают зря. На при этом острое нет календаря. По такому случаю, дочь и до зарей. Плачу невезучие, люди горят. Передают бедные и клянут беду, день, как и не бедом, а в день, как и в году. Именно в доме-интернате дети сумели раскрыть свои таланты. Взрослые помогли воспитанникам заглянуть в глубину своей души. Искренние эмоции не могут оставить равнодушными никого. Раньше у нас дети танцевали и очень хорошо, и красиво. И занимали призовые места, участвовали в международных конкурсах. И дальше многие занимаются по сей день, продолжают танцевать. Ну, а когда я пришла сюда на работу, возникла тоже такая идея продолжить это дело. И с тех пор мы танцуем. Приятно дарить радость людям. Приятно видеть, как наши дети выступают. Они уже довольно известны. Мы неоднократно участвуем в благотворительных фестивалях, которые проводят и общественное объединение «Мир без границ» и другие фестивали. Они имеют очень много друзей. Они имеют уже своих поклонников, которые рады их видеть на очередных новых концертах, встречах, фестивалях. Маленькими шагами кропотливо здесь добиваются успехов в реабилитации детей. Диагноз «детский церебральный паралич» можно победить. В доме-интернате на вооружении не только специальное оборудование. Ипотерапия дает хороший результат. Общение с животными заряжает воспитанников позитивной энергией. Дмитрий Гункевич совсем скоро покинет стены дома-интерната. Впереди у выпускника новый самостоятельный этап жизни. Интересно, что будет дальше, надо развиваться. Но жалко и тоже. Тут интересно, много вещей остается тут. Друзей? Друзей. Преподавателей? Да, любимых преподавателей. Но много они тебе дали? Они мне дали практически все, что я знаю. Дальше какие у тебя планы? Учиться, думаю, на маркетинг пойти. Но знаний хватит, как ты думаешь? Да. У меня 8 и 1 общий балл. Интернат мне останется дома, а дальше я буду учиться. Сначала надо подняться на ноги финансово. Может, и девушку какую-нибудь найду. Там будет видно. Спасибо нашему детскому дома-интернату. Я его люблю и буду любить, потому что это самое хорошее место. Я тут вырос, играл, рос, учился, получил хорошее знание. И тут все мои близкие друзья. Очередной выпуск экзамена и для сотрудников дома-интерната. 12 лет они отвечали за судьбы детей, оставшихся без родительской опеки. Как настоящие мамы и папы, педагоги помнят каждого ребенка и желают им успешного будущего. Они целеустремленные. У каждого из них есть своя мечта. Они хотят иметь профессию, определиться в жизни. Ну и шагать в ногу со всеми гражданами нашей республики. Поэтому очень хочется, чтобы этим ребятам, когда они закончат наш дом-интернат, чтобы им повезло в жизни, чтобы их дети не знали таких домов, чтобы у них все получилось. Здесь их прошло детство. Здесь они получили все эти первоначальные знания и прошли эти навыки, обучение, умения. Значит, ваш девиз выбран правильно. Дом, в котором я живу. Все говорят, это наш родной дом. Дом, в котором я живу. Редактор субтитров А.Семкин